Скоро игра твоей команды. Ты надеешься на победу. Весь в предвкушении игры. Но ситуация меняется. Тебя терзают сомнения. Они вытянут игру или их занесет на повороте. Ты берешь себя в руки, потому что уверен, от них будет выхлоп. Знай, что они готовились. Понимаешь, они идут правильным курсом. И даже когда шансов нет, ты веришь, они выигрят. GGBet. Дай волю азарту. Здравствуйте, уважаемые поклонники футбола. GGBet, Краснодарская футбольная лига. Рада представить вашему вниманию матч шестого тура между футбольными клубами «Скиф» и «Авангард». Только что на ваших экранах были капитаны команд и главный арбитр матча Виталий Дорошенко. Это для сайта лиги. Фото в центре поля. И вот-вот матч стартует. Такой вот ритуал сплочения со стороны футболистов «Авангарда». Говорят, помогает. Ну, давайте знакомиться с составами играющих команд. Так, я думаю, с телефоном в руках не будет играть футболист «Авангарда» целый матч и передаст этот гаджет запасным игрокам. Ну, а кто знает, может, очень важные звонки. Или по ходу матча футболисты «Авангарда» перезваниваются друг с другом и координируют движение таким образом. Ну, давайте начнем. Футбольный клуб «Авангард» в воротах Сергей Дрожжов. Полевые игроки Павел Абазиди, Данил Гладких, Кирилл Епринцев, Герман Калустов, Сергей Костин, Ростислав Рогов, Ярослав Мицук и Данила Григоренко. Матч стартовал с мячом футболисты «Авангарда». Футбольный клуб «Скиф». Футболисты в изумрудной форме. В воротах Константин Косторной. Полевые игроки Егор Егоров, Евгений Жежелев, Артем Криченко, Дмитрий Лешко, Валерий Марков, Ростислав Михайлов, Владислав Папшев. Капитан команды. Александр Скляр, Марк Сокольский, Сергей Успенский и Дмитрий Чичканов. Ничего серьезного на поле не произошло, пока мы с вами ознакомились со стами играющих команд. «Скиф» с мячом. Выбивает мяч в аут подальше от греха футболиста «Скифа». Команды потихонечку нашупывают свою игру. Если в начале чемпионата «Авангард» несколько матчей пропустил, получил технические поражения, то сейчас начал активно поправлять турнирную ситуацию. В частности, в предыдущем туре была обыграна команда «Луганг» со счетом 3-1. И «Авангард» сейчас находится на 13-м месте с тремя очками. У «Скифа» дела чуть лучше. Девятое место, 7 очков, 13-8. Мячи. Кстати, в предыдущем туре «Скиф» выдал настоящее шоу. В драматичнейшем матче была обыграна команда «Езидия» со счетом 3-2. Супер-волевая победа «Скифа». Уступали по ходу встречи со счетом 0-2. Так, тут развязался шнурок у вратаря «Авангарда». И он попросил помощи у своего игрока привести амуницию в порядок. «Авангард» с мячом. Так, так, в обороне нельзя играть. Обошлось. Аут. Несколько матчей тура уже завершены. Пока ничего серьезного на поле не происходит. Я постараюсь ознакомить вас с результатами уже сыгранных матчей. Досмотрим за этой атакой. Тут уверенно играет на выходе. Косторной. Так вот, юность обыграла футбольный клуб «Форвард» со счетом 5-0. «Легенда» на пару с «Фаворитом» соорудили 11 мячей матча. Очень интересная была игра. «Легенда» одержала победу со счетом 7-4. «Иглз» разгромил армейцев со счетом 5-0. «Донбасс» обыграл «Абис». «Абис» — это ребрендинг футбольного клуба «Фудзон-2». «Донбасс» обыграл «Абис» со счетом 7-1. Ну а параллельно с нашим матчем играется встреча между «Норд-Ост» и «Луганг». К данной минуте «Иглз» и «Донбасс» возглавляют турнирную таблицу. Догнать их в силах только футбольному клубу «Езидия». Ну а «Иглз» с «Донбассом» набрали уже по 15 очков. Потихонечку вырисовывается лидирующая группа. Куда уже подтянулась легенда. Подтягивается «Мерчанская». Но и наши команды, которые принимают участие в отчетном поединке, тоже ставят определенные задачи на сезон. И сбрасывать со счетов их я бы тоже не стал. Молодые команды. Очень много ребят. Посмотрим за Таятакой. Скиф разряжает обстановку собственных ворот. Очень много молодых ребят в составе и той, и другой команды. Но, тем не менее, команды умеют добиваться результата. Будет интересно наблюдать в турнире за игрой этих команд. Очень скоро стартует у нас новый турнир под эгидой Краснодарской футбольной лиги. Турнир восьми. Это произойдет 25 апреля, ближайшее воскресенье. Приглашаю всех любителей футбола на стадион Кубанского государственного технологического университета, что находится на Московской. Два интереснейшие матчи. Матчи будут проходить с 16-18 часов. Ну, а с 18 часов играются матчи премьер-лиги, за которыми мы с вами с интересом наблюдаем. Такая позиционная борьба за право владения инициативой пока ни к чему не приводит. Присматриваются соперники друг к другу. Скиф с мячом. Череда потерь. И тут в центре поля хорошо играет, подкатив по листу авангарда. Пока ни той, ни другой команде не удается надолго закрепиться на чужой половине поля. Может быть сейчас. Нет. Много технического брака на первых минутах. Есть определенные волнения. Переживания за результат. Ну, а авангарду нужно срочно поправлять свою турнирную ситуацию. Как я и говорил, несколько технических поражений на старте, связанных с невозможностью участия в этом турнире, в котором очень хотели участвовать футболисты авангарда. Наконец-то у них получилось. Пошли победы. Потеря мяча. Тем временем, 9 минут матча уже прошли. Пока 0-0. Каких-то голевых моментов ни у той, ни у другой команды мы с вами не наблюдали. Но играть еще очень много. Так что мы с вами увидим еще голевые моменты. И я очень надеюсь, что и забитые мячи будут в этом матче. Теряют мяч футболисты Скифа. Отворот. Будет выбивать мяч Сергей Дрожжев. Замена в составе авангарда. Двойная замена. Очень много болельщиков на трибунах, на матчах Краснодарской футбольной лиги. Чем большой интерес вызывает турнир в Краснодаре. Это не может не радовать. И отсюда и стремление лучших коллективов города попасть в состав участников турнира Краснодарской футбольной лиги. И отсюда и решение руководства лиги запустить дополнительный турнир. Дабы у участников появилась возможность проявить себя. И, как я и говорил, в ближайшее воскресенье мы с вами будем наблюдать уже за матчами не 16 лучших коллективов города, а 24-х. Опаснейший момент у ворот авангарда. И уверенно играет в воротах Константин Косторной. Не так много стандартов в сегодняшнем матче. Один из редких моментов сейчас нам предстоит наблюдать. Подача, удар рядом со штангой. Неплохо разгорали угловой футболисты Скифа. Самое главное, довели до удара. Но это очень важно в современном футболе. Иначе можно получить стремительную контратаку на свои ворота. Выбивает мяч. Братарь авангарда. Точно. Пытается начать атаку авангард. Очередная потеря. И, возможно, для атаки уже хороший момент. Но тут разворачивался в сторону своих ворот. 22-й номер Скифа. В то время как нужно было направляться в сторону ворот соперника. Очередной угловой. Так, тут небольшой травм получает защитник авангарда. Это, мне кажется, Герман Калустов лежит на газоне. Ну, все в порядке. Можно продолжать. Посмотрим за этим угловым исполнением Скифа. Тоже завершается ударом, но в молоко. Авангард будет палить мяч в игру. В эти дни вся футбольная общественность, мировая, европейская, обсуждают. Новость о создании Суперлиги. 12 богатейших клубов Европы, в частности, 6 клубов Англии и по 3 Испании и Италии, объявили о том, что создают Суперлигу. И, конечно же, сей факт очень сильно возмутил функционеров УЕФА, ФИФА, да и рядовых болельщиков во всем мире. Конечно же, футбол – это не только игра толстосумов. В футбол хотят играть и видеть у себя миллионы и миллионы болельщиков. И нельзя превращать любимую игру стольких людей во что-то такое супердорогое. И шоу только для избранных. Посмотрим, чем все это закончится. Ну а пока УЕФА пригрозил серьезными санкциями в адрес и футбольных клубов, и руководства, и самих футболистов, которые участвуют в этой авантюре. В частности, было заявлено, что футболистам запретят играть за свои сборные, исключат из внутренних чемпионатов те клубы, которые будут участвовать в Суперлиге, исключат из Еврокубков. В общем, санкции будут самые серьезные. И понаблюдаем уже за действиями тех людей, которые принимали участие в создании этой Суперлиги, насколько они готовы идти до конца в своем решении. Не подставят ли они тех футболистов, которые играют в составах этих клубов. Конечно же, всем им хочется играть и за сборные, и в национальных чемпионатах. Воздержались от каких-то скоропорядительных решений представители французской лиги, немецкой бундеслиги, ну и нашей краснодарской футбольной лиги. Мы разговаривали с руководством и игроками и Донбасса, и Иглс, которые на данный момент возглавляют турнирную таблицу в сильнейшей лиге города. И те, и другие не готовы выступать в Суперлиге. И стремятся попасть на чемпионат России, который пройдет осенью. Победитель Краснодарской футбольной лиги получает прямую путевку на этот чемпионат. В общем, никакая Суперлига нам не нужна. У нас свой очень сильный чемпионат и стремление футболистов попробовать себя на чемпионате России. Вот такое вот небольшое отступление. Мы должны быть в курсе того, что происходит в мировом футболе. Несмотря на то, что лига у нас любительская, подход у нас основательный и профессиональный. 8 минут еще играть в первом тайме. 0-0. Чуть чаще владеют мячом футболисты Скифа. Но до каких-то серьезных, опасных моментов не доходило ни у ворот Авангарда, ни у ворот Скифа. Ну вот, право на угловую зарабатывает Авангард. Уступает право партнеру. Видимо, у него лучше получается. Опасный навес в штрафную площадь. И мимо мяча, мимо мяча пробегают и футболисты Авангарда, и Скифа. Очередные замены. Часто меняются футболисты Авангарда. Аут. Смотрим за этим аутом. Авангард завладел мячом. Неплохой перевод был на левый фланг, но там футболист Скифа был первым на мяче. Очередной аут на правом фланге. Ищет партнеров. Капитан команды. Очередная аутов. И все ближе и ближе к чужим воротам футболисты Скифа. По такой динамике, наверное, скоро увидим и угловой. Нет, очень сильная передача. Хорошо играет рукой вратарь Скифа. Брасывая мяч. Так, от кого ушел мяч? Судя по тому, как активно побежал за мячом 12 номер Скифа. Угловой. Угловой зарабатывают футболисты в изумрудной форме. Подача. Что радует действия Скифа? Практически каждую атаку команда завершает ударом по воротам, по крайней мере. Ну, как это у них получается, хорошо или плохо. Ну, судя по шоту на табло, пока не очень, но видно, что команда обученная. Так, спорный мяч у нас тут. С мячом футболиста авангарда. Так, перебить. Ищут, ищут пути к воротам соперника команды, но никак пока не удается их найти. Очень насыщенная оборона и у той, и у другой команды. И потому эти команды в числе тех клубов, которые пропустили не очень много в этом турнире. Ну, если не считать, опять-таки, что авангарду было засчитано несколько технических поражений. Если не брать их в расчет, то авангард очень силен в обороне. Ну, а болельщикам, конечно же, хочется увидеть большего, а именно забитых мячей. Так, тут грубо встретили футболиста авангарда. И право на опасный штрафной зарабатывает непосредственно в близости от чужих ворот игроки авангарда. Посмотрим. Так, желтая карточка седьмому номеру Скифа. Чем-то недоволен футболист. То ли в адрес своих футболистов, то ли в адрес соперника. Небольшая такая тирада. Но недовольным нужно прежде всего быть самим собой. Нельзя нарушать правила. Такой близости от собственных ворот могут и наказать. Посмотрим. Удар поворотом. Стенка принимает на себя этот удар. И возможность для быстрой контратаки у Скифа появляется. Хорошо тут в обороне сыграл игрок авангарда. И корпусом оттеснил игрока Скифа. И точную передачу уверенную сделал. Но там партнеры сыграли чуть хуже. Оживилась немножечко игра. Несмотря на счет на табло. Держит напряжение. Держит напряжение матч. Никто не хочет уступать и усугублять свою турнирную ситуацию. Так, тут опасно играл футболист авангарда. Но Дорошенко посчитал, что все в пределах правил. Тут в правом нижнем углу видим футболистов Иглс. Там Марат Дулов. Ибрагим Рабаданов. Они свое дело сегодня сделали на 5 с плюсом. 5-5 они забили. А плюс? Плюс в том, что они возглавляют турнирную таблицу на данный момент наряду с Донбассом. Очень интересно будет понаблюдать за их очной встречей. Ну, видно, что команды готовы к борьбе за чемпионство. Точно так же, как и группа здоровья Легенда Мерчанская Езидия. Ну, я думаю, вырисовывается у нас лидирующая группа, которая поведет борьбу за чемпионство в нашем турнире. Очень интересные самобытные команды. Каждый со своим почерком. И очные матчи между этими коллективами обещают быть очень жаркими. Кстати, в седьмом туре Авангарду встречаться с одним из лидеров с командой группа здоровья. Ну, а Скиф играет с еще одной командой, которая набрала неплохой ход. Это Нордост. В общем, что не тур, то масса интересных противостояний. как между командами, так и между отдельными футболистами, представляющие ту или иную команду. Ну, все, закончился у нас первый тайм. Отдохнем и будем готовиться ко второму. Скоро игра твоей команды. Ты надеешься на победу. Весь предвкушение игры. Но ситуация меняется. Тебя терзают сомнения. Они вытянут игру или их занесет на повороте. Ты берешь себя в руки, потому что уверен, от них будет выплат. Знаешь, что они готовились. Понимаешь, они идут правильным курсом. И даже когда шансов нет, ты веришь, они выиграют. Джи Джи Бет дай волю азарту. Вот-вот начнется у нас второй тайм матча шестого тура Джи Джи Бет Краснодарской футбольной лиги между командами Скиф и Авангард. Первом тайме забитых мячей мы с вами не видели. 0-0. Надеемся увидеть их тайме втором. Скиф разыгрывает мяч. В середине первого тайма было небольшое преимущество у футболистов Скифа, но в целом игра равная. Особых голевых моментов ни у тех, ни у других ворот мы с вами не видели. Очень бережно и надежно играют команды у своих ворот. дорожат мячом. Так, тут потеря, но тут же вступил в борьбу защитник Скифа, отобрал мяч. Неплохой тут дреблинг у 22-го номера Скифа. хорошо разобрался с двумя оппонентами в центре поля. Элементы борьбы мы с вами наблюдаем за пределами за пределами поля. Это резвятся футболисты Иглз. настроение у них хорошее. Они сегодня свой матч выиграли. Обыгран принципиальный соперник в лице ЦСКА со счетом 5-0. Поэтому можно и повеселиться после матча. Так тут у нас небольшой травм получает футболист Скифа. Направляется к бровке замена в составе изумрудных. И право на штрафной. Удар опасно заметался тут мяч в штрафной площади. Авангарда удалось удалось футболистам Авангарда выбить мяч подальше от ворот. Но было опасно. Один из немногих опасных моментов в этом матче. В первом тайме я говорил, что в это воскресенье 25 апреля стартует новый турнир в рамках Краснодарской футбольной лиги. Турнир восьми. Матчи будут проходить по воскресным дням с 16 до 18 часов. Добро пожаловать всем любителям футбола. Приходите смотрите переживайте вместе с командами. Тут на этом турнире можно видеть самые настоящие самые искренние эмоции и самый настоящий мужской футбол. Небольшая пауза у нас. Команды попросили заменить мяч. Аут будут бросать футболисты авангарда. Борьба за мяч. И тут мяч становится легкой добычей вратаря Скифа. Скиф в предыдущем турнире под эгидой КФЛ вплоть до последнего тура включительно претендовал на золотые медали турнира. Но в заключительном решающем матче команда уступила Донбассу и осталось без медалей. Ну а как раз Донбасс завоевал бронзовые медали того турнира. Победу в турнире праздновали футболисты Перегара Серебро в активе у группы Здоровья. И в этом турнире футболисты группы Здоровья находятся в верхней части турнирной таблицы. Так, опасный момент. Вот он, пожалуй, самый, самый, что ни на есть, голевой момент у ворот авангарда замешкались футболисты Скифа и не смогли поразить ворота. Но будем считать, что по опасным поголевым моментам 1-0 в пользу Скифа. Но за это очки не начисляются. Нужно забивать. Очередная попытка атаковать. рикошет и угловой зарабатывает Скиф. Поддавливает, поддавливает футболисты Скифа. Посмотрим, к чему это все приведет. Авангард без мяча в эти минуты. Очередной момент. Будет ли удар? Удар. И тут намертво ловит мяч Сергей Дрожжов и выручает свою команду от неминуемого гола. Два опасных момента мы сейчас увидели с вами. Столько мы не видели за весь первый тайм. Хорошо, хорошо тут проходит оборону. Скифа, футболиста авангард наносит удар. Он тут уже выручает свою команду Константин Косторной. Пошли опасные моменты и у тех и других бород. Чуть поинтереснее стало наблюдать за матчем. Если весь первый тайм прошел в борьбе позиционной борьбе за право владения преимуществом и долго присматривались команды друг к другу, то во втором немножечко игра раскрывается. Посмотрим, кто преуспеет в этом компоненте. Тут 13-й номер Скифа неудачно сыграл, извиняется, перед партнером. Отворот будет разыгрывать мяч Сергей Дрожжов. Очередная замена в авангарде. 8 минут сыграно во втором тайме. 0-0. Очень напряженный поединок. игра, как говорится, на три результата. Одна единственная ошибка и все может решиться в этом матче. Скиф получает право на штрафной удар. Отбились футболисты лангарда. Но аут зарабатывает Скиф. Начало второго тайма за Скифом. Осталось увидеть нам только забитые мячи в этом матче. Опасные моменты пошли. уверенно тут на выходе играет Дрожжов. Ваут выбивает мяч защитник Скифа. Прессинговал там футболист авангарда. Удар поворотом и уже в игру уступает Косторной очень активен 13-й номер Скифа в поединке. Хорошо разыгрывает мяч авангард. Меняет фланги. Догоняет мяч футболист Скифа оставляет его в поле. Перевод на правый фланг неудачно и начинает атаку авангард. Перехватили мяч. Выровнял игру авангард. До этого минут 5 было преимущество Скифа. Удар и гол. 1-0. Вот так вот только сказал, что авангард выровнял игру. Авангард выходит вперед. Хороший удар сейчас удался Кириллу Епринцеву. Ростислав Рога вывел его на ударную позицию и Принцев ищелся на дальний удар. Застал врасплох Константина Косторнова. Не успел перегруппироваться вратарь. Вот так вот несколько минут было неплохое преимущество у футболистов Скифа. Несколько опасных моментов они создали в чужих ворот. И вот такая вылазка завершилась голом. Авангард наказал Скиф. Это из той серии, что не забиваешь ты, забивает тебе. Реальнейшая голевая возможность была несколько минут назад у Скифа. Ну а теперь игра должна раскрыться окончательно, по крайней мере, со стороны Скифа. Середина второго тайма. 0-1 они уступают. Не думаю, что это входит в их планы. Авангард устремляется в очередную атаку. Хорошая могла быть передача чуть левее, если бы взял футболиста авангарда. Ну а так теперь уже атакуют футболисты Скифа. Так тут грубо играл в центре поля футболиста авангарда. Перебить показывает Талий Дорошенко по катящемуся мячу бил игрок. Но стандартами теперь нужно дорожить футболистам Скифа, потому что стандарты это шанс. Посмотрим теперь за действиями команд Авангард с мячом. Неточная передача не догонит попадающий и тут же возвращается назад. Скиф с мячом. Хорошо тут обокрали футболиста авангарда. Так что тут у нас было? Было ли нарушение правил? Смотрим в сторону арбитра. Да Италий Дорошенко показывает, что нарушал футболиста правило. правило. Вот тут должна стоять стенка, показывает Дорошенко. Стенка принимает мяч на себя, ну а потом делает это еще и Виталий Дорошенко. так тут застали врасплох футболиста Скифа. удар пришелся в пах. Ну все в порядке. Мяч у футболиста Скифа. Затягивать время, конечно же, в первую очередь не нужно им. Минут 10 еще играть в матче 1-0. Точно удар Кирилла Епринцева пока единственный в этом матче. Далеко вперед убивает мяч Дрожжов. Грамот располагаются в защите футболиста Авангарда. И если в начале второго тайма несколько моментов создали футболисты Скифа, то сейчас у них ничего не получается. отыгрываться нужно все меньше и меньше времени у них остается для этого. не не торопится Дрожжов оно и понятно команда ведет нужно успокоить игру разыгрывать его с защитником Ну вот такие вот мелкие нарушения они на руку футболиста Авангарда это дополнительно несколько выигранных секунд а время сейчас их главный союзник Будет удар поворотом неплохой такой удар и угловой зарабатывает Авангард Ну каждый такой стандарт это как я говорил в копилку Авангарда можно бить больше ворот Борьба на левом фланге остается с мячом футболисты Скифа пас назад упустит мяч футболисты Авангарда аут торопятся торопятся футболисты Скифа посмотрите какая активность у нас на бровке за пределами поля очень много и болельщиков очень много и футболистов которые уже отыграли свои матчи и тех кто ждет своего часа отворот будет выбивать мяч Константин Косторной успеет ли футболист Скифа к мячу нет не успевает отдает мяч Дрожеву чтобы тот быстро ввел мяч в игру ну а тот не торопится торопится нужно на футболистом Скифа до пропущенного мяча у Скифа были неплохие возможности отличиться футболиста ну а вот этот вот пропущенный мяч такое ощущение что надломил немножечко команду никак не могут организовать игру в атаке сосредоточиться и провести и провести опасные голевые атаки пока никак не получается у команды вот такие вот мелкие частые нарушения со стороны игроков Скифа конечно же тоже не располагают к этому нет там было нарушение правил а не аут около 7 минут еще играть там интересней чем поединке 1-0 ищет ищет партнеров защитник Скифа дальнюю передачу направление нападающего пытаются зацепиться за мяч но в чужой половине поля но тут футболисты авангарда отбирают мяч очередная попытка организовать атаку но если ближайшую минуту две не сумеют отыграться футболисты Скифа то скорее всего решаться на навал и тогда уже появятся шансы контратаки у футболистов авангарда раскрываться пора уже Скифу право на штрафной они получили навес борьба удар неплохо но бывший ворот хорошая передача получилась у 13 номера Скифа точно на партнера ну а тому там помешали защитники авангарда нанести прицельный удар створ ворот неплохая возможность сейчас была у авангарда не воспользовались и тут же атака Скифа неудачно играет игрок дальний удар мог замыкать сейчас этот прострел 12 номер Скифа не удалось пролетел мимо мяча просит успокоиться своих партнеров дрожжев авангард авангард может организовать хорошую контратаку посмотрим нет тут нет никого из партнеров партнеры все здесь на своей половине поля охраняют добытый результат мяча мяча просит мяч косторной нужно торопиться около трех минут еще в распоряжении футболистов скифа чтобы спасти этот матч ну а если авангард одержит победу то она станет второй подряд заметно поправить свое турнирное положение авангард но не будем давайте забегать вперед есть еще время у скифа далеко вперед выбивает мяч сергей дрожжов при потере мяча тут же переходит в оборону футболист авангарда не на секунду не теряет концентрацию дороженко означает от штрафной уверенно судит матч питали дороженко статус обязывает практически никого из футболистов авангарда впереди и вот опасный момент хороший момент сейчас имели для взятия ворот футболисты скифа будут еще у них такие моменты чуть больше минуты еще играть матча определенные итоги конечно же уже пора подводить независимости от того как завершится матч составе авангарда я был лучшим назвал сергея дрожжова было несколько опасных моментов которых он выручал свою команду как раз эти моменты предшествовали забитому мячу почувствовали уверенность футболиста авангарда уверенность который придал им сергей дрожжов так атака скифа хороший момент отбились футболисты авангарда ну вот сейчас вот такой вот навал и как же хорошо играет в обороне авангард свисток арбитра так это свисток арбитра не по поводу нарушения правил а по поводу окончания матча поздравляем футбольный клуб авангард с очередной победой и заметно поправляет турнирную ситуацию этой победой авангард ну а скиф скиф остается середине турнирной таблицы 7 очков ну а я с вами прощаюсь до новых встреч дорогие друзья смотрите матчи краснодарской футбольной лиги